А еще украинское зерно продолжает разорять европейских фермеров. В Молдове то и дело вспыхивают массовые демонстрации. Фермеры штурмуют столицу на тракторах. Что еще под кодом зерна вывозили из Украины? И борет ли продлена зерновая сделка? Подробности в авторской рубрике «Таблица Менделевой». Битва за урожай, за сухорост цен на топливо и удобрение, проблемы с реализацией товаров. Иными словами, одни убытки. Европейские фермеры все меньше сочувствуют незалежное. На улицах появляется все больше колонн тракторов. Колосятся протесты. Скандал из-за украинского зерна набирает обороты. Злаковые, которые должны были проходить территорию ЕС транзитом, на деле оседают на местных рынках. А аграрии стоят грудью за свой хлеб. Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это «Таблица Менделевой». Здравствуйте. В Молдове очередной фермерский бунт. Люди вышли с полей и отправились вспахивать центральную площадь Кишинева. Требования все те же. Ограничить ввоз украинской продукции, выделить компенсации, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год. Протестуют громко, чтобы слышали и видели всех. Есть фермеры, у которых брынза лежит в бочках и некому ее продавать. У нас есть мельницы, которые простаивают, потому что государственная френзилуца, хлебокомбинат, покупает все с Украины, потому что мы глупые аграрии и не можем выращивать качественную пшеницу. Ничего и никогда не делали в своей жизни. Учат нас, как жить. На плакатах лозунги «Нашла коса на камень», «Не издевайтесь над сельским хозяйством» и крестьяне кормят Молдову. Но правительство о хлебе насущном особо не задумывается. В сети активно распространяются кадры того, как один из фермеров лично обратился к премьеру. Мужчина пожаловался, вернулся из-за границы, поверив в обещания правящей партии, взял кредиты на развитие своего сельхозбизнеса, а в итоге остался у разбитого корыта. Ричан в ответ на трогательную речь показал мастер-класс невозмутимого игнорирования. Пока зерновая жила обслуживает западные сельхозконцерны, новости с полей приходят неутешительнее. Между украинскими и польскими фермерами накануне разгорелось настоящее противостояние. Поляки заблокировали движение украинских грузовиков в пункте пропуска Шегини. Мол, доходы падают, склады местной продукции забиты, а субсидий до сих пор нет. Украинский ответ не заставил себя ждать. Фермеры заблокировали 4 погранперехода для грузовиков с товарами из Польши. Лозунг «Польская свинина – езжай домой». На фоне серьезного затоваривания рынков соседних с Украиной стран импортным зерном, Европейская комиссия официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в 5 государств в Восточной Европе – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Но, как выяснилось, вывозят из Украины не только злаковые. Всплыли шокирующие подробности сделки, с которой неонацистские формирования имели свой процент. Как утверждает бывший наблюдатель УБСЕ Вера Вайман, под экспортным кодом зерна из страны вывозили детские органы. «Мы ликвидировали 8 лабораторий. Они представляли из себя нечто похожее на то, что мы называем подвалами. В основном мы уже были после зачистки. То есть, когда лаборатория была обнаружена, и, как правило, это было после взрыва. То есть, мы заходили на пепелище. Там были трупы, там были дети. Препарированы. Органы они помещали в контейнер. Контейнеры дальше продавались, соответственно. И под экспортным кодом зерна вывозились». Что касается зерновой сделки, то она на грани срыва. Предпосылок продления нет. Обязательства перед российской стороной не выполняются. «Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение. Но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет. Потому что сделка подразумевает дело. Дело со стороны договаривающихся государств или объединений. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась Российской Федерации, сделана так и не бывает». Украинская часть зерновой сделки давно превратилась в коммерческий проект. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров отметил, цитата, «По статистике совместного координационного центра лишь около 3% идет в беднейшие страны». 18 июля может стать последним в нем действия зерновой сделки. Пока же европейские политики пожинают украинское золото и продолжают наслаждаться пропастью наржи. Да и местным фермерам есть чем заняться. В полях растут цены на электроэнергию и вовсю цветет нехватка удобрений. Иными словами, ни конца, ни краю проблемному урожаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова